Сегодня в Душанбе состоялась пресс-конференция министра внутренних дел Рамазона Рахимзада. Помимо прочего, он прокомментировал слухи о якобы дезертирстве отряда спецназа в Горном Бадахшане или проникновении группы боевиков из Афганистана. Министр подтвердил, что действительно усиление мер безопасности было, но связано это с антитеррористическими учениями. Почему же органы не предупредили население, которое предполагало самые страшные сценарии происходящего, министр скромно умолчал. «Народ не должен беспокоиться. Все наши учения направлены для защиты его покоя и мира», заявил глава МВД. Он также добавил, что подобные учения пройдут повсеместно по всей стране. Министр также приоткрыл завесу секретности о проведенной в сентябре спецоперации по ликвидации генерала Назарзада и его сторонников. В ходе операции, сказал он, оказывается, были убиты 38 человек. Еще более 200 подозреваемых в причастности к мятежу было задержано. До сих пор нет точных данных о тех событиях. Министр сообщил, что часть дела арестованных передана в суд. Они обвинены в попытке госпереворота, как мятеж интерпретировал Душанбе. По официальным данным, группа военных пыталась свергнуть Рахмона и для этого разоружила одну из воинских частей. Однако после они ушли в горы. В этой версии многое непонятно. Например, почему военные все-таки так и не пошли на Душанбе. Власть обвинили в подготовке к перевороту партию «Исламского возрождения», которая якобы пять лет до этого все это финансировала и планировала. Однако никаких доказательств Душанбе не предоставил. А дела пифтовцев рассматриваются строго в закрытом режиме. Всего же, по информации министра, в международный розыск объявлено 903 гражданина Таджикистана, которые имеют связи с террористическими и экстремистскими организациями. В прошлом году раскрыто 835 преступлений террористически-экстремистского характера, по которым выявлены и привлечены к уголовной ответственности 247 человек. Преступления, которые были совершены в сентябре этого года под руководством Кабири, уже всем известно. Его фамилия числится в Интерполе. Об этом уведомлены соответствующие органы всех стран, в том числе Ирана, Турции и европейских стран. Однако, почему он свободно передвигается по названным странам, нужно спросить у самих этих стран. Насколько силовые органы Таджикистана реально боеспособны, если в прошлом году для ликвидации, собственно говоря, небольшой группы Назарзада понадобилось привлекать военных? Сможет ли Душанбе усмирить толпу в случае массовых волнений? Пойдет ли Имамали Рахмон в случае революции по пути Аскара Акаева, уехавшего мирно из Киргизии, или Ислама Каримова, расстрелявшего Андижан? Мнение эксперта. На пространстве СНГ усиливается силовая составляющая, как раз связанная с тем, чтобы иметь влияние и иметь возможность купировать любые выступления и действия оппозиции, которые сегодня не лояльны власти. Чем это вызвано? Потому что сегодня идут глобальные процессы в исламском фундаментализме, другие вопросы связаны с политическими системами, и поэтому сегодня власти важно удержать ситуацию под контролем. Поэтому любые методы, любые попытки власти сегодня будут направлены на то, чтобы силовым путем уничтожить какое-либо недовольство или какие-нибудь выступления, связанные с изменением политической системы. Это вот то важное, что необходимо понимать. Это во-первых. И во-вторых, мы должны прогнозировать, что и дальше будет только запретительный пресс, дальше будут только силовые методы, никакого диалога с оппозицией, никаких предложений, которые были бы направлены на нормализацию ситуации. Ожидать не требует. Продолжение следует...